Добрый день мои дорогие зрители и подписчики. Сегодня будем выпекать баники из песочно-дрожжевого теста с маковой начинкой. Приступим. Для приготовления пирога банница с маковой начинкой понадобится 300 грамм просеянной муки, 10 грамм дрожжей, прессованные беру, если сухие в 3 раза меньше, 1 желток, у меня 2 яйца мелкие, потому что 2 возьму, чайная ложка разрыхлителя, 125 грамм маргарина, пол пачки, 2 столовые ложки сахара, 100 миллилитров молока, щепотка соли, 150 грамм мака для начинки. Чтобы развести дрожжи, взяла теплое молоко, половину, 50 миллилитров, 10 грамм дрожжей разводим здесь, добавляем столовую ложку сахара. В эти дрожжи, разведенные с молоком, добавляем 2 столовых ложки муки. Это будет у нас опара. Размешиваем и минут на 15, чтобы подошла на теплом месте. Пока подходит опара, маковую начинку сделаем. Вот эти 150 грамм мака, я перемолола кофемолкой, ни в коем случае целый мак не берем. Закипятила 180 миллилитров молока и вот отвесила 70 грамм сахара. Сейчас добавлю молоко. Закипятила молоко с сахаром, всыпаю этот перемолотый мак в молоко. Пусть набухает. Просеиваю муку, перетрем в крошку с маргарином. Не забыть муку в чайную ложку разрыхлителя. У нас как всегда что-то. Или сверлят, или еще что-то. Так, один момент. Только встал и сразу задреет. Вот у меня здесь 2 желтка. Необходимо 1. 2 яйца. У меня мелкие, то я взяла 2 желтка. Добавляю оставшийся сахар. Соль. Вот наша крошка. Еще раз скажу, блендером очень быстро и хорошо делается крошка. Желтки немного взбитые с сахаром и добавлено соль. И опару нашу. Она подошла, вы видите, вот такая шапочка. Делаем тесто. Молочко добавим. Что у нас осталось? 2 ложки, по-моему. Так, замешиваем тесто. Продолжаем рукой мешать. У нас это тесто получается песочно-дрожжевой. Оставим подходить, но оно не сильно подойдет. Немного. Домешиваю тесто на коврике подпыленным мукой. Мягенькое тесто. На полчаса его... Это же миску с под теста. На полчаса в теплое место пусть подходит. Оно немного подойдет. Тесто у меня подошло. Оно у меня стояло не 30 минут больше, потому что я из дому уходила. Ничего, подошло, все хорошо. Так, делим на две части. Два баника будет. Два баника. Раскатываем в пласт. Толщина где-то около сантиметра. Вкладываем начинку, половину начинки нашей. Рулетик. Вниз закрепляем, как вареничек. Вот так. Укладываем на противень швом вниз. Также раскатываем второй банник. Вот я уложила банники. На 30 минут 35 раз стойка. Верх немного разрежу, чтобы он не вздувался при выпечке. Так бывает, в маковых рулетах верхняя корка отделяется от самого пирога. Я вот так сделаю, и этого не будет. Банники наши подошли. Растаивались 35 минут. Отправляем в духовку минут на 20-25-200 градусов температура. Ну, будем проверять. Банники достала из духовки. Пеклись у меня в моей духовке 30 минут. До румяности. Попробовала зубочистка и сухая. Все нормально. Пусть остывает. Банники остыла. Посыпала их сахарной пудрой. Разрезала. Готовьте со мной. Заходите на мой канал. Кушайте. Приятного всем аппетита. Я попробовала кусочек сейчас. Ой, какое вкусное. Пушистое тесто. Такое хорошее. Начинка вкусная. Советую приготовить. Заходите на мой канал. И до новых встреч на моем канале.